И снова. Здравствуйте, дамы и господа. С вами, как всегда, Олег Аллафгудвин. И мы проходим специальный мануальный массаж. В данном случае проходим массаж шейно-вотниковой зоны спереди, когда пациент лежит лицом вверх. Значит, что мы делаем? Начинаем с грудных мышц. Большая грудная мышца, малогрудная мышца идут к руке. Если у человека мы проверили, что бывает плечи развернуты вперед, это значит, что эти мышцы сокращены. Их надо расслабить. Берем мягкой рукой и отводим эти мышцы в сторону. Дополнительно, это практически лимфодренажный массаж. В подмышечную зону мы уводим лимфу. Можно прощупать эти пучки и конкретно проработать с ними индивидуально. Вводим в сторону от центра, в данном случае к периферии. Метод релизинга также можно применить, если мы видим, что прямо вот мышцы так надуты, да, спазмированы. Доберем ее и поперечно растягиваем. Это движение идет медленно. И мы... Я сейчас быстро показываю. Это там буквально 2-3 минуты надо держать. И мы видим, как она потихонечку выползает из нашей руки и отпускает ее. И также можно растянуть ее и продольно. Далее передняя мышца шеи, вот она ярко выражена обычно, всегда ее видно, она идет под ключицу. А здесь крепится к задней части, вернее, к передней части черепа. Вот с ней надо тоже аккуратно, мы ее таким же методом растяжения, релизинга, растягиваем. Можно отдельно ее там слегка промять. И растягиваем. Все это можно делать стоя, так и сидя. Лестничные мышцы также аккуратненько проходим. Тут очень много лимфоузлов. И, в принципе, есть сонная артерия, болезненные места, поэтому здесь сильно не делаем. Растягиваем мышцы дальше, вот они по очереди идут, да. Методом скручивания. Кладем для этого в голову, ровно, чтобы шея была относительно тела человека. Подворачиваем свою руку под череп, а предплесчем упираемся в челюсть. Разворачиваем таким способом вот сюда. При этом в плечо давим в противоположную сторону вниз. Получается движение вот в плоскости перпендикулярной телу человека. Натягиваем ее. Далее руку переставляем на височную часть. Давим в плечо теперь по 45 градусов. То есть движение идет вот туда. То есть оно такое вот спиралевидное и растягивающее, раскручивающее движение. Можно видеть, как натягиваются эти мышцы. Следующее движение мы руку переводим на череп. Он лежит на черепе, да. А здесь захват с той стороны черепа. И давим в плечо теперь вперед, в тело. Ну, практически не параллельно, да. Но где-то дрался под 10 от оси тела. То же самое проделываем, соответственно, с предположенной стороны. Просто быстро продемонстрирую. Скручивание перпендикулярно телу под 45 градусов относительно тела. И 10 градусов относительно оси тела. После этого проминаем заднюю часть мышц вот таким мягким, массируем еще движениями вверх. При этом все наши движения идут на декомпрессию. То есть мы череп стараемся подальше отодвинуться от головы. Заканчиваем движение под черепом, делая из рук такую тарелочку, как бы, да. И под сисцевидные отростки, пальчиками упираемся в эти точки, мы слегка так по очереди играясь, натягиваем их. И у человека видно, что идет от расслабления. Как бы мышцы здесь отпускаются. Вот слегка покачиваясь. Такие микродвижения. И уходим волнообразными движениями через волосы. Накладываем большие пальцы на лоб и по линии роста волос. Возвращаемся обратно. Убираем лимфу. Лимфа течет спереди, за ушами, по черепу, вот сюда. И по большей части уходит в пучечную зону. Поэтому мы ее так тоже мягенько прокачиваем. С легкой вибрацией. На лимфоузлы, вы помните, мы не давим. Следующий проход. Заходим руками поглубже. Под грудные позвонки. Делаем из них вот такие два ребра. И начинаем вибрировать, вытягивая руки на себя. Пациент расслабился. Тут шея прямо максимально тянется. Опять же, наше движение заканчиваем на голове. Возвращаемся обратно. И теперь, и браться будет немножко другая, по очереди. Тщательно, так скажем. Раскачиваем позвонки в сторону. Это очень хороший прием для подготовки к дальнейшим манипуляциям мануальным. Когда мы будем ставить позвонки на место. Но это вы увидите у нас на тренинге по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. Поэтому не теряйте. Звоните прямо сейчас. Записывайтесь к нам на тренинг, чтобы понять, как это все делается на натуре. И сразу вы смогли это все внедрить в свою жизнь. В свою практику. Потому что здесь мы вам поставим руки. Здесь у нас только практика, практика и практика. Мы все отрабатываем на практике без лишней стереотизации. Есть такой астепатический прием, когда мы опять наложили пальчики. И медленно тянем на себя. Вытягиваем позвоночник. Они так делают примерно минут 15. Считается, что за время этого вытяжения потихонечку все косточки, все позвонки встают на место. Организм вспоминает свое первичное состояние. Ровное, идеальное. И потихонечку приходит на место. При подготовке к манипуляциям мануальным, еще используется прием тракции. Тракция – это вытяжение. Я вам покажу. Под черепом кладем руку, как бы вот на перепонку. Чтобы увидеть, что вот череп, вот он, видите, вот отдельно лежит. Второй рукой беремся за челюсть. Для этого должны быть зубы сомкнутые. Смыкаем зубы. Чтобы мягче взять, берем мякотью ладони или мякотью предплечья, чтобы было не больно. Тянем первое на себя, вытягиваем. Второе вытяжение – это вверх по 45 градусов. Потом вытяжение по 45 градусов в сторону. Флексия и ротация. И под 45 градусов в другую сторону. Для этого у нас надо следить за тем, чтобы кончик носа всегда находился на линии позвоночника. То есть даже если вы поворачиваете, да, вот он все равно находится на линии позвоночника. Небольшой элемент тараста покажу. Когда кончик уже расслаблен. Дергаем на себя. Также в этой позе очень хорошо проверяются сами позвонки. Ротированы они или не ротированы, или вышли куда-то в сторону в бок. Для этого мы в боковые отростки упираемся пальчиками. И мягко поворачивая, покручивая, сравниваем слева и справа, где какой позвонок сдвинут, выпирает, голова расслаблена. Мы ее руками придерживаем, да, а щупаем пальчиками. Щупаем астистые отростки. Они должны быть, так же поворачивая, прогибая голову, они должны быть, естественно, на одной линии. Все астисты отростки упирают на одной линии. Так, ну вот на этом мы закончим такой массаж шеи лицом кверху пациента, да. И дальше мы перейдем либо к массажу молочной железы, либо к массажу лица. Но об этом в следующих видео, либо у нас на тренингах. Лучше не смотрите видео, лучше приходите на тренинги и узнаете все равно гораздо больше. А с вами был Олег Алабгудвин, великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве. Интернета не забудьте поставить лайки, подписаться на канал и поставить себе, включить уведомления, колокольчик, чтобы узнать о новых полезных видео. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!